Добрый день, меня слышно? Окей, спасибо. Добрый день всем, меня зовут Светлана Твардовская. И я буду представлять сегодня презентацию о биологическом омоложении. Это моя технология, которую я разработала и практикула уже около 8 последних лет. Последние 20 лет я работаю в косметологии и 8 лет практикую аюрдиодерапию, я закончила институт аюрведы в Америке у доктора Вассент-Лада. Поэтому в презентации большинство рисунков это его рисунки, которые он дал нам, когда мы проходили обучение в институте аюрведы. Поэтому я буду сегодня презентовать вам его работы. Биологическое омоложение заключается в том, что мы проводим детоксикацию всего тела и реструктуризацию тканей. Есть аюрведы на трех дошах, пита, вата, кафа. Философия трех дош о том, что пита, вата и кафа – это соединение пяти элементов. Например, пита-доша – это соединение аты. Наверное, все уже давно знакомы с этими базовыми знаниями, но все же хотелось бы немножко пройтись по ним. В теле пита-доша представлена как гормоны, к примеру энзимы и метаболические процессы. Вата-доша – это деструктивная энергия или нервная энергия. Также это ряд видов гормонов, также это кислород, углекислый газ и другие процессы, газообменные процессы, которые происходят в теле. И капха-доша – это все, что анаболическое, это все, из чего состоит наше тело. Каждая доша… Доктор Лат разделил каждую дошу на 7 аминокислот. К примеру, капха-доша – это анаболические аминокислоты, которые обладают тяжелыми, липкими качествами. Пита-доша – это метаболические аминокислоты, которые отвечают за трансформацию капха в вата. То есть они делают процесс перехода с анаболизмом в метаболизм и в процесс катаболизма, в процесс распада. Если вы разберете каждую из этих аминокислот, которые он разделил на 21 основную аминокислоту, он разделил дошу, которая обладает, три доши, которые обладают каждой из них основными по 7 качеств, и каждая из этих качеств принадлежит аминокислоте. Если вы будете разбирать и исследовать, например, аланин – аминокислота, она обладает тяжелым качеством. Основной ее состав больше всего вы найдете в мясе, в рыбе, и из трав вы найдете ее в шатаваре, в ашваганде, то есть в большинстве адаптогенов. И точно так же в теле эта аминокислота будет способствовать строению тканей и наращиванию новых тканей. Поэтому теория по поводу строения тканей, метаболизма и распада, которую описал более подробно доктор Лат, часто вызывает у традиционных аюрведов в Индии небольшой рор. Они немножко не могут сложить это у себя в голове. Но западная медицина, особенно в Америке очень популярна сейчас, альтернативная медицина, и у них есть много современных институтов, где вы будете изучать образ жизни, работу гормонов, и вы будете изучать, как вы можете балансировать свою жизнь с помощью питания. И вот они больше всего вам расскажут о том, как работают аминокислоты и как можно регулировать свой организм, питаясь определенными продуктами. Поэтому это совсем уместно в современной аюрведе. Вам хорошо, наверное, известно, что каждая Доша имеет дом. У каждой Доши должно быть свое место, в котором она больше всего аккумулирована. Если Доша покидает дом, например, если капха переполнится в желудке в виде слизи, и она уйдет в легкие и уйдет во всю верхнюю часть тела, тогда человек обретет проблемы по типу астмы, или у него начнется какие-то заболевания легких. Это может также быть переполнение не только физического проявления Доши, но и эмоционального. Например, эмоции капчи — это привязки, это все, что связано с окружением. Жадность, привязки. Если у человека происходят избытые эмоции, которые переполняются в органы капки, потом они вызывают заболевания этих органов или соседов. Например, это питта Доши, которые происходят в тонком кишечнике, может со временем вызвать... Если питта уйдет, покинет Дошь, например, питта уйдет в Расадгату, она уйдет в первую ткань из семи тканей, это вызовет зуд, вызовет сухость кожи, раздражение, экземы. Если она уйдет в Ракадгату, начнутся более стабильные экземы, они уже будут длиться не пришла и ушла в течение 5-7 дней, она может остаться несколько месяцев. И также это может вызвать выпадение волос и многие другие проблемы, связанные с избытком питта Доши. Пита имеет репрезент... Она поправляется как огонь, поэтому, как правило, это могут быть такие гормоны, как эстрагент, эстестерон, гормоны, которые способствуют разжиганию. Да? И также это все эндимы, которые связаны... Эстрагент аккумулирует жировой ткань, и мы позже это все обсудим, и она является капхой, все верно, но эстрагент и тестостерон относятся к питта Доши. И домом аккумуляции эстрагена может быть и жировая ткань, и не может быть, а жировая ткань, в частности. И в жировой ткани он находится в сырубиде, который еще должен пройти трансформацию с помощью бутагни, и тогда он перейдет в готовый вид. Накопление сыровой эстрагена вызывает ряд заболеваний, особенно, в частности, рак груди. И все анаболические болезни связаны с избытком, когда питта толкает капха Дошу. Вот. Поэтому, если Доша покинет свой дом, тогда находится проблема. Например, если вата Доша появится в избытке в кишечнике, в толстом кишечнике, и оттуда она покинет свой дом, тогда это вызовет, например, автрии или повреждения, деструктивные изменения, или Паркинсон. Классический избыток вата Доши, который вызван частыми переменами в жизни, например, перелеты, поездки, и после того, когда человек резко останавливается, избыток пана Ваты начинает блокировать прану, и тогда возникает тремор. Поэтому вата Доша должна быть в толстом кишечнике. Всем знакома методика Панча Карма, когда мы собираем все Доши, которые вышли за пределы своего дома, и возвращаем их обратно в дом, и выводим их из организма. То есть самая большая проблема в Аюрведе это когда Доша покинула дом, или когда Доша превысила свои объемы. Ее должно быть, например, ну там, например, 30 мл, ее стало 40, это уже станет проблема, а если ее стало 60, то есть в два раза больше, тогда это уже станет серьезным нарушением в здоровье человека. Немножко разберем по поводу, где каждая Доша должна находиться, и где больше всего находится ее элементов. Например, Капха Доша, она занимает верхнюю треть тела, то есть начиная от легких и до макушки головы, это ее основное местонахождение, аккумулируется больше всего она в желудке, и если мы рассмотрим процесс пищеварения, то это основные органы, где происходит процесс переработки углеводов, поэтому Капха Доша, она имеет анаболическую природу, сладкий вкус, и она имеет углеводную природу, поэтому самое большое количество накопления Капха Доши это желудок, это легкие, это плазма, это слюна, это лимфатическая жидкость, это Тарпава Капха, головной мозг, спиной мозг, и понятное дело поджелудочная железа, она является дирижером, одним из самых главных в работе в Капхе. Следующий у нас Питта Доша, Больше всего Питта Доша, ее место это тонкий кишечник, второй важный орган для Питта это печень, третий, селезенка, кровь, и кожа, в коже она проявляется как пигмент, или подкожный метаболический процесс, позволяет все вещества медицинские, которые бы вы не нанесли, любые вещества, которые бы вы не нанесли, на кожу, она будет способствовать за процесс трансформации всего, что пришло снаружи. Также Алчака Питта, которая отвечает за визуальное восприятие глаза, она отвечает не только за химические процессы, происходящие в теле человека, но она отвечает еще за эмоциональные процессы, то есть весь процесс анализа и восприятия и трансформации информации происходит с помощью Питта Доши. Ассимиляция и аккумуляция происходит за счет Кабха Доши. Поэтому каждые физические и эмоциональные элементы, они будут обязательно отражаться на нашем физическом и эмоциональном состоянии. Следующая это Вата Доша. Местом Вата Доши является толстый кишечник. Вкус, который имеет Вата Доша это горький, вяжущий, и это также и место пищеварения в толстый кишечник, где происходит процесс обработки этих элементов. И в коже, в теле Вата Доша ее репрезент это нижняя часть, нижняя треть тела, начиная от таза и до стоп. И Вата Доша ее основное действие, ее основная функция это управление пятью субдошами, пять Ват. И если мы назовем Прана, Прана главная из пяти субдош, вообще невозможно, конечно, в Айурведе разделять на главную или не главную, но каждая субдоша, она проходит процесс жизненной трансформации. Вот Вата, она трансформируется, начиная от Праны и уходит до Апаны. Поэтому многие люди, которые практикуют йогу в Индии, говорят о том, что Прана это проявление души человека. Каждый раз, когда мы вдыхаем и выдыхаем, мы вдыхаем вселенскую душу и выдыхаем часть вселенской души. Поэтому Прана это самый жизненно важный элемент, который присущ в нашем теле. Прана она приносит нам жизнь, она отвечает за клеточный интеллект. Например, такие болезни, как рак или тот же Паркинсон, Эльцгеймер, это болезни, когда происходит заблокировка Праны, когда у нас прекращается поток Праны в каждой клетке или нарушается поток Праны. Когда нарушается поток Праны, в каком-либо участке тела со временем может образовываться нарушение интеллекта клеток, когда они начинают строить свою иерархию, образовываются онкологии, какие-либо другие анаболические нарушения. Прана, она дирижирует метаболизм. Поэтому необходимо обязательно следить за течением Праны в теле. И такие практики, как Пранаяма, йога, они прекрасно регулируют. Ну и очень важно выводить избыток Апановаты, потому что Прана в процессе того, когда она сначала была Праной, потом она стала Вияной, потом она стала Саманой, потом она стала Вияной, потом она стала Апаной. И необходимо Апану вывести из тела. Все болезни Ваты в основном спровоцированы нарушениями какой-либо Субдош, чаще всего Апана Ваты. Также после того, когда мы поняли, как происходит, из чего состоят Питта Вата Кафа, три Доши, три Доши образуют семь тканей. И каждая из этой тканей позже будет образовывать органы, систему или канал. Первая ткань которая образовывается после того, когда вы съели еду, это Роса, то есть плазма, белая часть крови. Плазма несет в себе питательные вещества во все остальные ткани. Ваша плазма насыщается, например, такими продуктами, как молоко, прямо в тот же день, который выпили молоко. Если она не насыщается в тот же день, например, от других, более тяжелых продуктов, если вы съели овощи, злаковые или бобовые, процесс насыщения плазмы происходит в течение пяти дней. Есть такое понятие, как анупаны. Анупаны это проводники, которые позволяют любое вещество, которое бы вы не съели, будь то травы, будь то таблетки, любые аюрведические смеси, он позволяет провести провести глубоко в ткани. Это проводник молоко является одним из таких главных подняков. Молоко это единственный продукт, который питает плазму в тот же день, когда вы это съели. Все остальное в течение пяти дней. И так на каждую ткань у нас уходит по пять дней для того, чтобы ее выстроить. Добавляется пять дней. Если плазма это пять дней, ракта это десять дней, манса это пятнадцать, меда это двадцать и так далее. Плазма со временем превращается в ракту. Ракта это красные кровяные тельца. Основная задача ракты это нести прану и нести и делать газообмен и также питательные вещества. После этого образуется манса. Манса это мышечная ткань, которая отвечает за поддержку, за силу органов. Меда это жировая ткань, которая отвечает за депо питательных веществ. Это является и депом гормонов. И также надо не забывать о том, что меда является во многом сырой тканью. И поэтому гормоны, которые там накапливаются, они действительно больше природу капхи. для того, чтобы они стали полезны, они должны пройти трансформацию. И этот процесс трансформации происходит в основном в печени. Поэтому будто огни считается священным, одним из самых священных огней пищеварения человека. И он отвечает также за эмоциональное состояние и восприятие жизни. Если у человека нарушена функция печени, у него нарушена реальность жизни. он не может воспринимать жизнь адекватно. Следующее это АСТИ. АСТИ это костная система, которая отвечает за защиту внутренних органов, за стабильность жизни. Поэтому большинство людей, которые теряют работу, у них начинаются проблемы костей, потому что у них наступает процесс нарушения стабильности жизни. у них не хватает опоры. Поэтому для того, чтобы кости были плотные, человеку нужно понимать о том, что вся опора его жизни происходит из него самого. Не надо привязываться никому. Следующее это МАДЖА. МАДЖА это нервная система, которая делится на центральную или периферическую. Это нервная ткань. МАДЖА имеет структуру жира. Она похожа на жировую ткань, на масла ги, чтобы быть точным. И поэтому для того, чтобы нервная система была сильной, человек должен каждый день есть достаточное количество хороших жиров. И после того, когда питательные вещества напитали вашу нервную систему, следующая ткань это шукра. Это уже и есть эссенция гормонов, которая для того, чтобы у вас был хороший тестостерон и эстроген, он должен пройти все процессы трансформации. То есть он из плазмы в ракту, с ракты в мансу, меда, асти, маджа, и потом только вы получите хорошие правильные гормоны. Был вопрос о как насыщает плазму. Плазму насыщает он тоже считается. Смотрите, для каждой ткани они существуют анупан. Маджа нуждается в ги, это проводник для нервной системы. Кости нуждаются в молоке, молоко это проводник стень. Межир проводником для жировой ткани является ги, ну и не только, любые жиры в основном. И манса это мышечная ткань. Проводником для мансы очень хорошим является сок алоя. Для плазмы молоко и сок алоя. Для ракты молоко сок алоя. И также часто в старые времена применяли бульоны. Ну и сейчас применяют бульоны из животных костей, мяса и всего остального. Это тоже проводники для расы, ракты, мамсы, меды и асти. Это один из самых сильных проводников. Но применяют только в тех случаях, если человеку нужна очень быстрая помощь. И также надо не забывать о том, что при потреблении мяса наше агамкара, эго, наш атман, это все одни и названия одной и той же души, также и шакти, они отражесляются с этим продуктом, который имеет животную приемлю. Поэтому обычно аюрведы назначают такое в крайних случаях. У нас также есть очень важных 17 каналов. Их называют вахажотос, каналы питания и очищения. Каждая, если, когда мы были в утробе нашей матери, мы питались через пуповину. Пупок это корень всех тела и выросли из пупка. И вот эти каналы, 17 каналов, они выросли из пупка. И это является их главным корнем. Но после того, когда вас отрезали, нас отрезали всех от пупкины, каналы продолжают расстаться, по мере разрастания тела. И со временем у них становится главным корнем, потом местом, куда они идут, открытием разные участки. Например, ановахашотос это канал еды. Корнем ановахашотос является пищевод, желудок, весь пищеварительный тракт. Местом открытия является ротовая часть. Поэтому канал, он проходит, у него есть корень и у него есть место открытия. Задача ановахашотос это питание. То есть анновахашотос питает физическое тело. Вы еще также знаете, что у нас скоши, но мы к ним уже перейдем. Они тоже все, что касается физического тела, имеют название Анна. Следующее это прана. Прана это каналы питающие нас энергией жизни. Праной жизненной энергии душой укрепляет нашу душу. В момент когда прекращается прана попадает душа. Душа уходит из тела. Это момент смерти. Поэтому прана это каналы жизни. Амба вахашотос это каналы воды которые жняют клетки. По ним происходит поставка воды в наше тело. Раса вахашотос каналы плазмы. Рак вахашотос каналы крови. Мам вахашотос то есть рак манса раса они все проходят практически тысячу процентов всех наших клеток тела. Они есть абсолютно везде. Жировые каналы медвахашотос астивахашотос мажевахашотос кости нервная система шукра репродуктивная система артава женская репродуктивная система рак вахашотос они общие женщинам это они отвечают за менструацию ака эндометрия и выведение эндометрия это они регулируются паналат это каналы менструации потом вахашотос каналы лактации через которые происходит накопление выработка и выведение молока из груди в период кормления детей пуришевахашотос это каналы отвечающие за очищение кишечника по ним приходят туда токсины со всего тела и выходят со всего пищеварительного тракта токсины через пуришевахашотос утровахашотос это каналы мочевой системы вся жидкость которая отработана плазма лимфа вся жидкость отработана через почки выходит через мочевой пузырь и мочеточники выходят из тела с помощью мутровых ашротос каналов мочи сведовых ашротос каналы пота все токсины из тела также минералы и важные не только токсические важные вещества мы теряем в процессе спотения поэтому если вы практикуете какой-то вид спорта более 2-3 часов в день 5-6 у вас уже происходит с потери питательных веществ особенно минералов которые уходят через пот поэтому в процессе биологического омоложения мы обязательно анализируем сколько человек занимается часов в день мочев ашротос это каналы сознания они находятся приблизительно полтора метра от расстояния тела и по ним проходит все что касается вашего сознания так как вы понимаете что все эти 17 каналов могут иметь токсины так как там происходит процесс очищения метаболизма также там может происходить процесс анаболизма также там может происходить процесс секации любым химическим веществом поэтому в процессе анализа когда мы анализируем человека мы исследуем его природу прокрити мы исследуем его викрити состояние сейчас и мы анализируем все 17 каналов Как они работают? Для того, чтобы правильно составить методику детоксикации тела. Также мы должны понимать о том, что если у человека избыток ваты, значит у него происходит избыточный процесс катаболизма, у него происходит какой-то процесс интоксикации и решения. Если у человека капхи, значит у него происходит избыточное накопление, у него происходят анаболические нарушения. Если у него избыток питадоши, чаще всего это говорит о гормональных нарушениях или о избытке пищеварительных сырых энзимов. То есть, как правило, у людей может вырабатываться большое количество энзимов, но они имеют плохое качество, некачественные энзимы, сырые. Также у нас существует 5 тел. Первое – это физическое тело, анавахашротас. Второе – тонкое тело, пранавахашротас. Третье – манамайякоша, тело сознания. И джнана, и вижнана – это тело знания и тело интеллекта. Это считается одним телом. Здесь на картинке разделено на два. Но это из моего института все картинки. Доктор Лат всегда говорил, что у нас 5 тел, и это одно тело. И ананда-майякоша – это тело сознания. И тело сознания, тело благости, которое является результатом всего вашего осознания, метаболизма, физического и эмоционального. И центральный канал, доктор Лат всегда акцентировал внимание, что центральный канал, левый и правый канал тела, шушуна, и левый и правый канал, они отвечают за, чистота этих каналов отвечает за то, как будут хорошо происходить процессы анализа, и как будут хорошо происходить процессы жизни, вообще восприятия и взаимодействия в социуме. Поэтому одна из самых главных методик очищения этих каналов и очищения тела – это пранаяма и медитация. С помощью пранаямы и медитации исходит прекрасный процесс очищения всех кож. Ну, конечно, панча-карма, но не забываем о том, что панча-карма очень ослабевает ахамкару, ослабевает тело. Поэтому для того, чтобы делать панча-карму, необходимо укреплять тело регулярно. Практики йоги, пранаямы, спорт – все для того, чтобы физическое тело не теряло силы, потому что панча-карма очень ослабевает, делает его слабым. Также у нас существует система чакр. Чакра – это можно называть большим магнитом, воронкой, как угодно, который аккумулирует элементы. Например, Мулатхара – корневая чакра, она управляет элементом земли. Следующее – это свадхистан, отвечает элементам воды. Если у вас есть пациент, у которого нарушена капха-доша, как правило, это говорит о том, что происходит нарушение одной из этих двух чакр. Как можно что-то говорить, что чакры должны быть открыты, кто-то говорит, что они должны быть закрыты. Мой гуру, доктор Лат, всегда говорил о том, что чакры должны быть закрыты. Чакры могут быть открыты только тогда, когда человек имеет гуру, который его проведет через этот путь, потому что процесс открытия чакр может быть очень опасен на элемент. То есть вы можете очень сильно нарушить элемент в теле. Или его станет очень много, или его станет очень мало. Чаще всего его становится очень мало. То есть когда человек практикует практики без учителя, без гуру, без того, кто сам прошел этот путь, кто наверняка знает, как это сделать, так, чтобы вас не отравить. Процесс работы с чакрами очень аккуратная практика. Нужно очень внимательно к этому относиться. Если человек работает активно, например, с аджна-чакрой, медитируя, практикуя, это тоже лучше делать всегда с гуру. Процессы открывания чакр всегда лучше делать с гуру для того, чтобы не нарушить элементы тела. У меня были случаи, когда люди, практикующие астрологию, к примеру, джотиш-астрологию, очень сильно много, проводя в день консультаций, 8-15 консультаций по джотишу, они чересчур активизировали у себя вишудха-чакру, и у них происходило повышение элемента эфира в теле. Человек очень сильно худеет. 20-20 килограмм веса можно очень сильно потерять и развить у себя малабсорбцию и другие проблемы, связанные с метаболизмом и с абсорбцией. Поэтому стоит аккуратно относиться к духовным практикам, к материальному миру, ко всему, всё должно быть сбалансировано. Не стоит перекашивать элементы тела. И помнить надо о том, что энергия кундалини, которая идёт по каналу вверх, энергия, идущая вверх, она в системе медитации духовных пранаям, медленно подымается и очищает чакры. И лучше всего, чтобы это делалось планомерно, аккуратно и не бить на себя, чтобы не толкать чересчур активную энергию кундалини и не вверхать свои чакры. Поэтому надо помнить о том, что если у вашего пациента нарушение какого-либо из элементов, например, манипура, чакры, нарушение огня, тогда нужно очень аккуратно с помощью пранаямы, агнесара, пранаямы нормализующие, типа анулома, велома. И вот эти все практики, их делать аккуратно. И всё, что в йоге, чакрасана, да, все асаны, которые отвечают за открытие из-за скрутки в брюшной части. Вот это будет лучший метод, где вы будете аккуратно балансировать работу чакры и также эмоциональный аспект, потому что чаще всего чакры нарушаются самоэмоционально, а потом уже происходит физическое нарушение. Я вижу вопрос, где найти гуру? Гуру найти? Ну, я нашла своего гуру, прочитав книжку доктора Лада о пульсовой диагностике, и я решила, что я выйду к нему учиться. Наверное, если у вас не ретроградный Юпитер, то гуру найти будет легко, если вы почувствуете. Неважно, где бы он находился, даже если это нереальный человек из книжки, вы всегда можете его найти и достичь. Дальше. Доктор Лад очень-очень акцентирует внимание на влиянии эмоций, на состояние гормонального фона, взаимосвязь между состоянием физического и ментального тела человека. Поэтому нам необходимо обязательно самому как специалисту углубляться в процессе изучения практик медитации, практик пранаямы и йоги, и точно так же мы на себе изменить этот химический состав своего тела, найти баланс в себе, и, естественно, это будет легко разделить со своими пациентами. Поэтому стоит обязательно помнить о том, что йога... У доктора Ладу всегда задавали вопрос о том, религия ли йога. Он говорит о том, что йога — это не религия. Но если ты спросишь меня о том, что духовна ли йога или духовна ли аюрведа, я скажу, да, аюрведа и йога, они духовны. Поэтому, что касается нашей духовности, оно очень сильно взаимосвязано с нашим физическим состоянием. Поэтому каждому человеку необходимо развивать в себе свою духовность, и не обязательно религия, и у неё не обязательно, чтобы было имя. Просто двигаться сердцем, двигаться душой. И сейчас мы перейдем к более материальному. Это пищеварение. Красота и здоровье тела зависят от пищеварения. И пищеварительный дом, он на 100% зависит от того, как мы едим, что мы едим, о том, согласны ли мы, согласны ли своему метаболизму у нас режим дня. То есть у каждого человека есть свой тип метаболизма, и ему подходит его режим дня. Кто-то может есть три раза в день, кому-то хватает два раза в день, а кто-то ест один раз в день. И у каждого человека есть своя норма, своего метаболизма. Если у человека капха-доша в избытке, как правило, такие люди страдают мандо-агни, у них пониженный пищеварительный огонь, они тяжело переваривают углеводы. Поэтому необходимо, таким людям необходимо регулировать углеводы в рационе. И капха-доша в избытке, низкий пищеварительный огонь к углеводам. Это необходимо запомнить. Если у вас пациент, у которого избыток капха-доши, как правило, это репрезент мандо-агни. Тикшна-агни присущий людям, которые страдают слабостью к перевариванию жиров. В основном это пито-тип человека. Поэтому люди пито-конституты, как правило, имеют избыток плохого или не очень качественного эстрогена и тестостерона. Потому что жиры, у них происходит процесс переработки жира не в качественном, не в полноценном варианте. Поэтому необходимо таким людям обязательно регулировать качество своих жиров. Для них нужны цельные, качественные жиры. И что касается виша-магни, это вата-тип людей, у них чаще всего проблема с неперевариванием протеинов. Они не переваривают хорошо протеины. Поэтому для таких людей необходимо обязательно качественные, легкие протеины в рационе. У них склонность к запорам, инструкция, худоба, малоабсорбция. Что значит качественные жиры для пить? Качественные жиры это когда к примеру не пастеризованные, не трансгенные, например, маргарин это некачественный жир. Пальмовое масло, которое особенно гидролизованное или любое, которое применяется сейчас во всех кондитерских практически продуктах, это некачественные жиры. Качественный жир это цельный жир, это авока, это цельное любое подсолнечное масло, кокосовое, оливковое, да? Ну, оливковое для пить-то даже не очень хорошо, потому что дает загревающие природы. Для них хорошо масла по типу кокос, ги, подсолнух. Поэтому вот разница между качественным и некачественным жиром. еда в аюрведе это первое лекарство. И поэтому так как у нас существует семь чакр, должно быть в рационе человека семь часов каждый день, да? Каждый цвет, если вы помните, кто учил химию, каждый, например, витамин С или витамин В или жирные витамины, они все имеют цвета. Поэтому для того, чтобы равномерно, правильно все свои клетки, необходимо иметь свиную еду. Также важно не помнить про окисляющие качества еды и алкалоидные, да? Если мы говорим о процессе омоложения, то омоложение должно происходить больше на алкалоидной среде, то есть поменьше окисляющих продуктов. У нас есть шесть этапов пищеварения. Каждый час пищеварения из шести часов занимает один вкус. Например, сладкий вкус первый переваривается в желудке и кислый вкус переваривается второй тоже в желудке. В верхней части сладкий в нижней кислой. Чаще всего это являются анаболические вкусы и процесс переваривания происходит первые два часа. Поэтому чаще всего люди пита конституции через два часа чувствуют голод, потому что это процесс переработки кислого вкуса произошел и это раздразнило пить подошу. люди с капхо-конституцией они будут чувствовать не сильный аппетит постоянно просто в едательном национальном фоне. И эта доша она вообще забудет поесть. В Айурведе мы стараемся делать большие перерывы для того, чтобы в течение шести часов своему организму переварить все шесть вкусов. поэтому пока процесс пищеварения шести часов не заканчивается мы стараемся рекомендовать своим пациентам не подъедать между шестью часами. То есть если у нас завтрак, то следующий обед уже через шесть часов. Соленый вкус происходит процесс переработки соленого вкуса через три часа. Он происходит в тонком кишечнике. И острый вкус тоже через четыре часа тоже в тонком кишечнике. и горький вкус. Также процесс переработки горького вкуса через пять часов в тонком кишечнике. И вяжущий вкус это интересный очень вкус. Он очень важен для людей, которые чувствуют нестабильность в жизни. И что нам интересно, что процесс абсорбции и переработки ассимиляции этого вкуса, этого элемента, как правило, это танины, происходит в толстом кишечнике. И там же происходит процесс абсорбции микроэлементов, которые являются важным структурным элементом костей и волос, и ногтей. Поэтому чаще всего, когда кто-то из моих пациентов страдает раздраженным кишечником, Айбеэс, или малоабсорбцией, или кронсиндром, у них часто проблемы с волосами и костями, именно по причине того, что в толстом кишечнике процесс абсорбции вяжущего вкус и микроэлементов, минералов не происходит из-за того, что льда вылетает через 3-4 часа после того, когда что-то съели. Да, она не успевает абсорбироваться. Поэтому люди с Айбеэс-синдромом чаще всего страдают остеопорозами и выпадением волос и проблемами, связанными с костями и волосами. У нас есть 13 основных видов Агни, также у нас есть еще 27 подтипов. В Айрведе в общем 40 видов Агни, каждый канал Вахашротас имеет Агни, каждая Дхату, каждая ткань имеет Агни, клеточная мембрана имеет Агни, клеточное ядро имеет Агни. Поэтому 27 подтипов и 13 основных типов. 13 основных типов происходит в видимом и основное в невидимом. Самое главное Агни это Джатарагни, желудок. Там происходит первичная обработка еды. После этого происходит обработка с помощью Клумагни и Бутагни. Также еще каждая Суп Доша имеет Агни. Прана Агни, Самана Агни, Вияна Агни, Апана Агни, Клома Агни, то есть Кледа Капха Агни, все варианты, Аваламба Капха, все варианты Суп Дош имеет Агни. Любое из нарушений вызывает, любое из нарушений Агни вызовет проблему. Если нарушится Агни, например, Раса Агни, у человека может накапливаться много сырой плазмы, это часто случается в диабете. У человека много межклеточной жидкости, у него много отеков, у него опухшие глаза, опухшее раздутое лицо, раздутые пальцы, да, это все символизирует о сырой плазме, которую мы называем Ахарараса, сырая плазма, которая не переваривается в готовую плазму по причине маленького Агни, нехватки Агни. Или наоборот, у человека чересчур избыточной Агни происходит процесс накопления быстрого распада плазмы. Поэтому зависит здоровье и внешний вид человека на 100% зависит от того, как работает Агни, как работает межклобализм, как работает распад. И что касается гормонального здоровья людей, то здесь большую роль играет Бхута Агни, которая делится на 5 подтипов. Каждый подтип отвечает за элемент. И, например, Теджо Агни и является главным Агни в процессе метаболизма гормонов. Поэтому, когда у человека нарушена Теджо Агни, происходит нарушение выработки правил гормонов. И здесь начинается вопрос нехороших эстрогенов, которые в будущем становятся проблемой онкологии груди и тем же проблемой, которая вызывает эндометриоз и фибромиологии, анаболические процессы или, наоборот, избыточная эта Агни вызывает нехватку эндометрия, деструктивной эндометрии и отсутствие оплодотворения. Поэтому печенка это один из самых многих органов для выработки здоровых гормонов. После того, когда мы переварили еду, еда должна пройти три основных этапа. Первое, это регейшн, доставка питательных веществ тканям. Потом селективность. наш интеллект, каждая клетка обладает масштабным интеллектом, который способен выбрать тот элемент, который необходим ей для строения здорового потомства и собственной жизни. Вот это селективность. И дальше трансформация. Здесь уже работа Агни. Когда мы из сырой плазмы превратим в готовую плазму, отберем оттуда питательные вещества и создадим здоровую систему, орган или потом. Вот это и является три основных законы пищеварения и здоровых тканей. И также теперь мы переходим к каждой доши, каждый тип прокрити или викрити имеет свой тип старения. Например, старение по типу питта вызывается хроническими процессами воспаления. То есть когда в человеках хронические воспаления в теле вызовет старение по типу питта. Чаще хронические воспаления в теле будут вызывать избыток холестерина. У человека появится избыток холестерина, появится избыток триглицеридов, Может нарушиться функция поджелудочной железы, диабет, может появиться гормональное нарушение, те же эндометриозы, кровотечение, все виды тяжелого климакса, когда идут гормональные нарушения. Это все тип старения по типу пита-доша. Вызваны они хроническими воспалительными процессами. То есть когда в организме давно накопилось избыток питы, пита покинула свой дом, прошла в слабые места, так называемая кагуния. И вот в этих слабых местах она засела, и организм как-то ее придавливает там. Она в таком латентном состоянии находится десятилетиями. Таким образом человек начинает из-за избыточного процесса воспаления стареть путем накопления всяких антител, путем накопления иммунных активных тел в теле и процессов, вызванных избытком ТЭДЖИСа. Например, псориазы также относятся к этому. Старение по латтотипу – это одно из самых распространенных старений. Это просто деструктивное старение. Когда нарушается процесс абсорбции, ассимиляции, и тогда происходит процесс эндокринной щитовидки. Это латой? Нет. Щитовидная железа чаще… Какая функция щитовидной железы? Щитовидная железа отвечает за пенетрацию питательных веществ в мембрану клетки. Это дирижер, который отвечает за правильность падения процессов метаболизма, которые связаны, когда уже переход происходит от пищеварительной системы в тканевую систему. Поэтому щитовидная железа, как правило, символизирует о том, что если у человека есть семейная предрасположенность, то тогда это происходит быстрее. А в целом это говорит о том, что человек очень много лет потребляет ту еду, которая ему не подходит. И это говорит о том, что у него не хватает пищеварительного переварить эти продукты. И со временем щитовидная железа истощается, потому что она тратит очень много тироксина для того, чтобы пенетрация, митохондрия внутри клеток голодная, она посылает посыл «я хочу еду» и попадает сквозь мембрану, потому что она не может пройти из-за того, что непереваренная плазма, например, чересчур большие мембраны. И тогда происходит процесс, щитовидная железа начинает вырабатывать много, больше тироксина, потому что митохондрия кричит, что «я хочу еду», она начинает пытаться выработать больше тироксина для того, чтобы пенетрировать еду сквозь мембраны. И таким образом со временем появляются антитела, которые будут пытаться заглушить избыточную функцию щитовидной железы, потому что интеллект организма такой, что он будет вырезать из бытроксина. И таким образом он начнет воевать со своей щитовидной железой. Поэтому чаще всего щитовидная железа сначала – это избыточная функция щитовидной железы, гипертиреоз, потом это всегда уже в будущем гипотиреоз щитовидной железы. Поэтому для того, чтобы работать с щитовидной железой, я рекомендую всегда элирующую диету очиститься и тайшорку гулу, который способствует железистых тканей. Это омоложение железистых тканей. Эндометриоз – это когда капха, пита дош оттолкает капху, и капха ее логирует. Окей, старение по водотипу – это деструктивное старение. Ткани склонны к тому, что ткани высыхают и деструктируются. Связано с тем, что нарушается абсорбция, ассимиляция, нехватка питательных веществ. И неопока, апхотипу – это, как правило, вызвано заблокировкой каналов. Нехватка праны. Человек стареет из-за того, что у него избыток слизи, у него нехватка праны. Во всех тканях и органах ткани деструктируются и стареют из-за заблокировки, из-за того, что там происходит нарушение течения праны. Поэтому это проблема старения. Как правило, старение происходит в смешанных типах. То есть вы можете наблюдать пита-капха тип старения. Когда у человека и заблокировка, и воспалительный хронический процесс, и старение по типу питы, и старение по типу капхи. Или, например, пита-вата старения, когда у человека старение по типу и ваты, и питы. Если у человека нормальные гормоны щелевидной железы, но есть кисты. Это говорит о том, что это был субклинический гиперстериоз, а потом он стал образовывать кисты, и начали образовываться тело, потому что он пытался заблокировать их. Потом, позже отвечу на все вопросы. Следующее. Морщины. Все морщины на лице – это карта здоровья человека. Для того, чтобы понять, как выглядит его процесс старения, или процесс его аккумуляции болезней, или дождь в каких-либо органах, просто смотрим на его лицо. Например, если у нас межбровные морщины. Левая сторона – это селезенка, правая – это печенка. Говорит о том, что происходит аккумуляция пита-доши в печенке или в селезенке. Если происходит морщина посредине между бровями, да, это скептицизм. Морщина, которая находится над, у корня носа, да, это говорит о слабом матке, опущении матки или простатит. Что касается мешков вокруг глаз. Мешки вокруг глаз символизируют о избытке ахарарасы и слабости почек. Часто встречаются при диабете или при неправильном питании, ужин на ночь, да, когда человек ест много еды, которую не может переварить, у него избыток ахарарасы. А следующее – это, например, когда темные круги вокруг глаз. Темные круги вокруг глаз говорят о истощении надпочечников, о том, что у человека истощение надпочечных желез. Это может быть избыток кофеина, это может быть избыток стресса, устоя сна или все вместе, как правило. Например, морщины, носогубные складки, да, когда глубокие носогубные складки, это символизирует о малоабсорбции, хронической малоабсорбции, о том, что еда, которую человек ест, она не абсорбируется. Морщины, которые на лбу – это морщины волнения, двойной подбородок, слабая щитовидная железа, пониженная функция щитовидной железы, западение щек – это низкая либидо, слабость яичника. Ну, в общем, главные морщины. И интересные очень морщины в области мочки уха, да, это высокий холестерин. Также еще надо помнить о том, что тело века, каждый орган аккумулирует наши эмоции. Доктор Лат всегда рисовал этот рисунок, где плачущий, печальный человек, да, аккумулирует свои эмоции в каждом органе. Например, щитовидная железа чаще всего аккумулирует невысказанность, когда человек не высказывается о своих каких-то мыслях, рафде какой-то, которую он знает. А сердцем каждой эмоции является, корнем каждой эмоции является сердце. То есть, если вы аккумулируете гнев в печени, то обязательно это отразится на миокарде. Если вы аккумулируете жадность в селезенке, это обязательно скажется на миокарде, да, то есть всегда, всегда, абсолютно всегда сердце аккумулирует всю ту же эмоцию, которая аккумулируется в соседних органах. Лёгкие аккумулируют печаль, баре, и самообвинение, когда человек занимается самоедством, самообвинением. Печёнка связана со всем, что касается гнева, ненависти, войны, конкуренции. И мозг, он при конфьюжен, когда замешательство происходит какое-то. И дальше детоксикация. Все процессы омоложения не могут быть проведены без детоксикации. Перед тем, как проводить какой-либо процесс омоложения, рассаяну, мы обязательно должны очистить ткань от токсинов. Бывают такие случаи, когда у человека истощение происходит и нет токсинов. Конечно, бывает. Например, голодание более 10-15-20 дней. Это очищает от токсинов, потому что организм съедает все токсины. И происходит дальше процесс деструктивного старения, если человек в возрасте 30+. Поэтому в некоторых случаях детоксикация не нужна, когда у человека было продолжительное голодание. А в 99 и остальных случаях всегда нужна детоксикация, когда вы проводите очищение тканей перед тем, как вы будете их омолаживать. Первая главная фаза – это подготовка к детоксикации. Перед тем, как вы начнете детоксицировать человека, проводить ему панчекарму или другой вид детоксикации, который вы знаете, вы обязательно должны его подготовить. Обязательно нужно составить легкое меню за 2-3 недели до начинания процесса, где вы с помощью еды сможете срегулировать его пищеварение, абсорбцию и ассимляцию. После того, когда вы выровняли ему рацион, соответственно, к каждой доше составляется меню. Если вы вычислили, что у человека манда огни, пониженный пищеварительный огонь к углеводам, не переваривает углеводы, значит, мы ему заменяем углеводы. Мы ему убираем все легкие углеводы и на более цельные углеводы. Если же у человека тикшна огни, тогда мы меняем ему жиры, да, мы следим за тем, какие у него жиры, и также составляем меню, которое максимально легко переваривается и легко ассимилируется и абсорбируется. Поэтому первое, за 2-3 недели до процесса детоксикации нам необходимо провести подготовку. Потом в процессе детоксикации самой, дальше вы используете те методики, которые вам известны, это будет китайская медицина или аюрведа, но мы в аюрведе применяем аюрведические процедуры, которые состоят из промасливания тела. Мы очень глубоко промасливаем тело и снаружи, и также изнутри. Добавляем медикаментозное масло ги, соответственно, ситуации. При вате, пите и капхе это будет разный состав. И с помощью промасливания тканей мы производим процесс отклеивания токсинов от 17 каналов вахашротес. У нас каналы, которые являются питанием и детоксикацией, а также по ним приходят и по ним уходят токсины. Поэтому наша задача вернуть Дошу назад в дом, откуда она ушла. Она ушла в гости какому-то органу, и нам нужно ее заставить вернуться домой, и избыток Доши нужно вывести. Поэтому мы проводим процесс глубокого промасливания. Во время промасливания мы применяем также свиданотерапию. С помощью свиданотерапии мы разогреваем токсины и способствуем выходу части токсинов через кожу. И также применяются методики массажа драгоценными камнями и разные техники в зависимости от того, чем вы владеете. В нашем случае мы применяем абьянга, ширадара, массаж травяными мешочками, свиданотерапия. И после очищения, пусть это будет басти карма или это веречина карма, мы применяем уже рассаяно процедуры, такие как массаж драгоценными камнями и массаж по меридианам, мармотерапия, где мы восстанавливаем тело и восстанавливаем потоки энергии прана по каналам и работаем с чакрами человека. И в процессе интенсивной детоксикации мы применяем, я уже вам говорила, веречина карма или басти карма. Что касается вомана, мы не практикуем воману, потому что это очень сильно открывает эмоциональный фон человека и вывнимает печаль, горе, токсины, все, что заблокировано глубоко. Поэтому если я вижу, что человек вомана, я просто прошу провести эллюминационную диету. Мы вместе проходим эллюминационную диету, где мы убираем избыток капхи с помощью эллюминационной диеты. И расаянотерапия. Дальше, после того, когда мы очистили ткани, мы начинаем с омоложения. Помимо процедур, которые мы проводим физически, также обязательно прием трав. Для каждого органа в аюрведе существует набор трав, который способствует омоложению. Например, мы уже говорили про щитовидную железу, и все железистые ткани хорошо омолаживаются с помощью шор-гугулу. И также регуляция гормонов отлично происходит с помощью кончонар-гугулу. Это кайшор, это маленькие гедучи. Гедучи, когда они только пробились, эти проростки, их очищают. И с помощью гугула, гугул действует как анупан, как проводник. И с помощью гугула проводят в глубокие ткани эти молодые ростки гедучи, которые содержат большой потенциал, да, там большой потенциал лечебного действия. За счет того, что большое количество стволовых клеток и большой потенциал растения в ростке, в проростке. Для каждого... Значит, да, очень хороший вопрос. Какие мы применяем методы для детоксикации, для улучшения огня и пищеварения. Сам процесс веречина кармы, басти кармы, аюрведические методы детокса во время панчи кармы, они очень сильно понижают огни. Поэтому для того, чтобы улучшить огни, нам необходимо перед тем, как мы проведем панчи карму, мы должны подготовить дипан и пачан. Дипан и пачан – это разбивание амы и увеличение пищеварительного огня. Да, очень хорошо подходит перед едой имбирь разжевывать, который маринованный в соке лайма, чуть-чуть соли и мёд, чёрный перец. С лайсами нарезается имбирь и потом наливается соком лайма, чёрный перец немножко, чуть-чуть соли гималайской и немножко мёда. И вот такой маринованный имбирь в этом соке, его надо разжевывать перед едой. Он действует как дипан, он зажигает огни. И после еды рассосать таблетку типа чатракради или амапачаквати, таблетки, которые способствуют разрушению амы и увеличению амни. Это очень важные моменты для того, чтобы в период детокса и панчакармы не падал пищеварительный огонь. И после детокса и панчакармы поддержать пищеварительный огонь. Приблизительно 3-4 недели необходима приём дипан и патчан до и после еды. И для каждого органа вы составляете формулу, которая будет в составе травы, которые необходимы для омоложения органа. Например, для омоложения волос, корня волос, костей и печенки подходит бриндараж. Если соединить бриндараж вместе с буми амалаки, они прекрасно справятся с процессом выпадения волос по причине нарушения функции печени. Если, например, пигментация, и нам нужно омоложение кожи и омоложение печени, мы добавляем туда ещё манжишту. Тогда будет процесс омоложения кожи, волос и печени. Что касается омоложения самой печени и качества желчи, которое она производит, больше всего подходит соединение кутки, манжишта, чатрак и бриндараж. Что касается омоложения почек, для почек лучше всего гокшура и пунарного. Пунарного также прекрасный рассаяна для капха-доши, точно так же, как и для вата-доши. Лучшая рассаяна – это ашваганда, а для пита-доши – это шатавари. Если нет амы. Потому что пока у человека избыток амы, эти все травы могут вызвать увеличение амы. Также виданга, например, это омолаживающая трава для крови, для ракты. И так же прекрасный антипаразитарный, лучший, номер один антипаразитарный. И арджуна. Арджуна – номер один омоложения для сердца. Появился вопрос, какие препараты можно пить? Можно пить для омоложения в каком возрасте? Значит, препараты, которые для омоложения вы можете назначать, начиная с 12 лет. Например, если человек пережил гепатит печени, вам нужна регенерация печенки. Вы можете, начиная с 12 лет, назначать препараты для омоложения печени. То есть мы не смотрим на возраст, мы смотрим на ситуацию. Если вы перенесли какое-то заболевание, которое вызвало нарушение клеточного состава, нарушение мембраны или самой клетки, вам необходима рассаяна для омоложения после того, когда вы провели детоксикацию. При нарушении, при таких камнях и при нарушении желчевыведения из-за паразитов применяется виданга, аришта и виданга в таблетках или в чурме обязательно. И также травы все, которые необходимы для желчи. Это чатрак и кутки. Морщины в углах губ и опущение уголков губ называются морщины-марионетки. Они вызваны по причине того, что человек сильно подавляет свое желание. То есть человек живет для кого-то. Нет, они не заставят двигаться камни. И это постепенно приведет к тому, что камни уменьшатся. Но если они жировой состав имеют. Также еще для камней очень хорошо, но это очень опасный метод, это принятие каенского перца вместе с оливковым маслом и с лаймом. Это немножко опасно. Может вывести камни. Я хочу проверить, или я все вопросы ответила. Массаж научиться можно у нас, но может быть мы когда-то что-то сделаем у вас. Какие-то семинары. Значит, левая, правая сторона по отношению к пациенту, не ваша сторона. То есть когда вы смотрите на лицо, вы понимаете, где левая, где правая сторона. Пациент – это его левая селезенка, его правая печень. То есть вы на нем смотрите, на теле человека. Я работаю в нескольких странах. Тут есть вопрос, где я работаю. Я работаю в нескольких странах. Это номер один – это мой дом. Это Киев, Украина и Дубай, Мумбай, Лондон, Польша. Из Сингапур. Так, очень сильно выпадают волосы. Пита Капха Конституция. А сколько вам лет? В любом случае волосы начинают выпадать при нарушении печени и нарушении агни-костей. То есть асти-дхату-агни. Например, если агния становится очень активной в костях, происходит процесс нарушения выпадения волос. То есть это чаще символизирует об избытке питта-доши. Для этого необходимо сделать ощущение питта-доши, убрать ее избыток и пропить рассаяну для костей. Да, подходит цинк, но самое главное, есть провал панча-амрит. Такой состав в Эрведе, вы можете применять его, но в первую очередь нужно заняться избытком питта и печени, умоложением печени и костной системы. То есть делать это надо комплексом. Опущение век чаще всего символизирует о ослаблении гормонального фона. Также если веки опускаются и при этом там собирается жидкость, это может быть признаком избытка триглицеридов в крови. Но чаще всего это символизирует о ослаблении гормонального фона. Необходимо рассаяна для гормона. Да, можно у нас всегда обучиться. Я думаю, что мы как-то организуемся и в России так же. Нет, я, к сожалению, не применяю эти препараты, которые разработаны с Субатяловым. Почему? Потому что я прошла обучение у доктора Лада и мы составляем формулы для каждого пациента индивидуально. То есть мы видим ситуацию и мы составляем согласно его доши, ткани, органов и проблем. То есть у нас есть своя методика составления. Поэтому я очень редко использую готовые препараты. И, как правило, это уже аюрведические старинные препараты не авторского происхождения. Да, по регенерации миокарда номер один для миокарда это Арджуна. Но Анупаном для него должна быть Кумари Асов. И так же еще применяйте Арджуну Аришту в Ариште. И еще хороший препарат есть для миокарда параллельно со всем, что я ранее перечислила. Это Абана. Вообще сердце рассчитано на 400 лет. Наши сердца, наши легкие, могут жить 400 лет. Не аккумулируйте эмоции там, и тогда все будет хорошо. И очень хорошо делать хрид-басти. Это ванночку из масла с детоксицирующим составом, успокаивающим маслом на область сердца. Морщина над верхней губой символизирует о глубокой печали подавленной. Глубокая печаль. Я напишу свои контакты. Что такое теса? Расшифруйте, пожалуйста, я не понимаю. Морщины на нижних веках это чаще всего символизирует обосточение надпочечников. Нейродермит. Нейродермит очень хорошо лечится Манжишта-Аришта вместе с Буми-Амалаки и Манжишта просто в порошке. Проростки семян. Да, проростки семян я применяю, но, как правило, помним о том, что там много эфира, и они очень сильно могут возбуждать ватадошу. Для людей с избытком ваты проростки должны быть приготовлены в виде кичери, да, то есть мы добавляем в кичери проростки. Я приобретаю препараты в Индии и иногда баньян-ботаникалс в Америке. А баня для чего? Для сердца. И она успокаивает нервную систему параллельно. Как подготовиться к зачатию? Идеально провести детоксикацию, да, сделать веречину, сделать курс детоксикации для панч-карма до питадоши и как минимум 3 месяца биологического омоложения. И после этого вы готовы. Сразу же после панч-кармы не стоит заводить беременность. Для истощения надпочечников очень важны адаптогены. Номер 1 это Ашваган. Номер 2 Атмагупта или Капикачу. Второе название. Это лучшие адаптогены, лучшие омолаживающие травы для надпочечников. И Гокшура также хорошо. Как долго принимать препараты? Не менее 3 месяцев. В среднем. Минимум 65 дней это вы только достанете до репродуктивной системы. Через 35 дней попадет репродуктивную систему. Через 65 уже какие-то изменения структурные начнутся. А так, чтобы действие зафиксировалось, это 90 дней. Истощение костно-мозговой жидкости. Костно-мозговая жидкость имеет капха, природу. Также там пита-природа есть, потому что там происходит процесс зарождения красных рыбных телец. Поэтому мы делаем омоложение с помощью применяем травы, приготовленные на масле ги. То есть это обязательно должна быть арджуна, манджишта. И они должны быть приготовлены, гидучи обязательно, на масле ги. То есть мы делаем сначала отвар этих трав, а потом мы соединяем это с маслом ги и вывариваем до того момента, пока полностью не пропадет вода. И вот это является самым сильным анупаном-проводником, который проведет ваши травы прямо в вкусную систему. Каких индийских производителей? Старайтесь больше покупать производителей из Киралы, которые делают из свежих трав. Я, к сожалению, плохо помню их название. Чаще всего делаю сама просто формулу и готовлю сама все составы. потому что так в Америке запрещены все эти препараты и такая у меня школа. Как вы относитесь к применению ботекса? Я, знаете, как... В Айрведе нет ничего плохого и нет ничего хорошего, да? То есть все яды, это яды, и все яды могут быть лекарством. Ботулотоксин для омоложения, конечно, это немножко суицидально, да? Это немножко опасно для того, почему у меня за 20 лет практики в косметологии были случаи, когда человек колол ботулотоксин в течение 10 лет, и на 10-й год после обычной дозы инъекции возникло полное омертвление лицевого нерва, да? Упали две стороны лица, так как после инсульта опускаются мышцы, да? Вот приблизительно с двух сторон у нее возник такой же эффект. Пришлось ехать в Австрию, делать, вставлять штифты железные, на которых держались мышцы до момента того, как может быть, когда-нибудь восстановится лицевой нерв. Конечно, применение токсинов в голову это немножко... Мы в аюрведе стремимся к детоксикации, да? Мы стремимся к тому, чтобы наше тело максимально приобретало природу сатвы, сатвичную природу, да? Чтобы у нас не было токсинов, мы были здоровы, и мы прожили 100 лет, отрожесляясь материальным, физическим миром максимально чисто, да? Чтобы у нас было чистое восприятие жизни, чистое восприятие окружающих. Поэтому, конечно, колоть токсин в собственную голову я не рекомендую. Но это наше тело, оно принадлежит нам. И если человек хочет с ним делать, он может вставлять туда, отрезать и делать все, что угодно, да? Любые импланты, любые инъекции. Но я не рекомендую. Кисты в печени. Знаете, сейчас на сегодняшний день, последнее десятилетие посвящено микробиому человека в Штатах, да? Они вкладывают очень много денег от изучения микробиома. Я уверена в том, что в будущем большинство паразитов, которых мы считаем паразитами сейчас, станут частью нашего микробиома, и мы будем говорить о том, что без них не может ничего существовать, да, в нашем теле. Так же, как когда-то был демодекоз. Все были уверены, что необходимо уничтожить этот клещ. Принимали препараты сильные, токсичные. А потом, когда все-таки популяция клеща нарушалась, происходило нарушение регенерации кожи. Оказалось, что без клеща не происходит процесс отшелушивания. Поэтому я не рекомендую делать какие-то масштабные антипаразитарные программы, и хватит всего лишь применения виданги и кримикатара для того, чтобы избавиться от паразитов. А что касается кист с печенью, кисты имеют природу капхи. Они могут, конечно, состоять из двух, из трех дож даже. Например, онкология всегда это три доша. Это болезнь три доша. Она не бывает никогда одной. Да, у нее природа капхи, но всегда там есть и вата. Нарушение и ваты, и питы. То есть вата толкает питу, и капха блокирует их обоих. Поэтому кисты в печени, они часто могут быть спровоцированы избытком капхи. Но причиной может стать и некачественная пита, и некачественная вата. То есть это всегда индивидуальная ситуация. И чаще всего они говорят о том, что человек подавляет свой гнев. Он не может его распознать. Его научили быть хорошим. Он привык, что надо быть хорошим для всех. И чаще всего он подавляет собственный гнев. Он не дает ему выйти. Глины. Паразитар. Применяйте ли вы глины? Нечебная. Да, наружно применяем глины. Вовнутрь не применяю. Сайт для покупки препаратов. Я, честно говоря, у нас в Украине очень много разных сайтов. Что у вас в России? Не знаю. Скорее всего, на Амазоне должно все быть. Международный. Или iHerb. Да, по поводу псориаза. Да, у нас хорошие результаты по псориазу. Большие ремиссии возможны по псориазу. После того, когда вы сделаете величину на карму, и человек пройдет курс трав для понижения, для омоложения питта души, для омоложения печени и крови. Для грибковых заболеваний мы принимаем ведангу и ним вместе. Киста в десне. Киста в десне применяется пунарного гугулу, трипхологугулу и полоскание куркумой. В среднем сколько препаратов можно применять одновременно в аюрведе? В среднем иногда я назначаю восемь. Ну, семь это максимум. Но иногда, в редких случаях, бывает восемь. Шваганда в стрескоме. Мне кажется, что ее там маловато, если в среднем 250 миллиграмм два раза в день. Проверите, сколько там миллиграмм таблетки, я не помню. Я не помню. Разрушение костно-мозгового канала в позвоночнике. Это чаще всего вызвано пониженным агни в асти каналовых, в асти вахашрутос и в асти. То есть это символизирует о том, что может быть или повышено, или понижено. Нарушение агни костей. Необходимо омоложение костной ткани, постоянный прием препаратов. И также эмоционально помним о том, что кости отвечают за поддержку. Если человек чувствует отсутствие поддержки, чувствует себя брошенным, а я один, у него начинаются проблемы костей. Да, по поводу российских аналогов трав я не готова вам ответить, честно. Я настолько много лет уже в аюрведе с головой, что всегда это, всегда в основном это аюрведические травы, индийские. Я давно задаюсь этим вопросом, что аналоги стоит все-таки изучить, даже учитывая то, что у меня за спиной фарма-университет, и казалось бы, надо было это сделать, но у меня не доходят до этого руки. Да, вполне возможно, что те травы, которые существуют в наших ДНК, которые пили наши предки, они намного лучше подействуют, чем травы, которые мы не пили. Но аюрведа все равно продолжает действовать. Значит, задержка речи у детей это нарушение удановаты. Помогает очень хорошо уджай пранаяма. Уджай, так и поищите ее в интернете. Это вдох. Когда мы делаем вдох, мы сжимаем горло и делаем звук. И во время вдоха поднимаем руку вверх. Также в Ютубе есть мой канал, там я делаю джай пранаяму, можете посмотреть. Друзья, Чрезмерная потливость период климакса. Надо сбалансировать. В период климакса просто происходит включение и выключение прогестерона каждые 15-20 минут, час, два или три. В норме прогестерон и эстроген. Эстроген более активен днем, прогестерон ночью. В период климакса вот это включение и выключение прогестерона начинается неконтрольно, да, то есть вы его не можете проконтролировать. Я рекомендую примулу вечернюю принимать. Она очень-очень хорошо регулирует вот эти всплески. И она не настолько опасна, как ашлаганда, если есть эндометриоз. Что касается пирсинга, например, если вы делаете пирсинг на ушах и делаете пирсинг в точке кундалини на ухе, это практически на верхушке уха, то это увеличивает вашу способность к просветлению, да. В аюрведе пирсинг применяется, например, на левой ноздре, это к улучшению эвуляции. В аюрведе пирсинг применяется для терапии также, например, в левую ноздрю золотая сережка и бриллиант. Это улучшает эвуляцию. Или в ухо, в правое ухо, нет, в левое ухо, на макушку уха. Сережка золотая с жемчужиной, она улучшает ваше просветление, да, она открывает и улучшает работу кундалини. Поэтому татуировки тоже. Если это татуировка вашего имени, имя вашей Накшатры или хотя бы первая буква Накшатры, звезды, под которой вы родились, она тоже улучшает вашу удачу, она активизирует Накшатру в вашей жизни. Другие части тела, особенно пупок, не рекомендую делать пирсинг, потому что это очень важная зона, это корень всех каналов, и корень питадоши, и корень медадату, корень гормональной системы человека. Поэтому я не рекомендую делать пирсинг в области пупка. Вообще татуировки имеют природу раху. Раху – это затмение сознания. Я не рекомендую увеличивать раху в своей жизни. Какие рекомендации для пожилых людей для поддержания сил? Да, самое главное для пожилых людей – это омолаживающие адаптогены, такие как Ашваганда, Капикачу, потом, если это Капха-Душа, это Пунар-Нава. И также все омолаживающие препараты для мозга нервной системы. Это джатамамси, это брами, это шанкапушпи, это травы, которые способствуют омоложению нервной системы. Какие мантры подходят для очищения в традиции Юрведы? Номер один мантра, которая способствует очищению – это омна-махшивая. Шива – это бог, отвечающий за катаболизм. Брамма – анаболизм, Вишна – метаболизм. Шива – катаболизм. Поэтому омна-махшивая – это мантра, одна из самых первых способствующих очищению. И вторая – ом-три-ам-бакам. Да? Когда вы любите ом-три-ам-бакам, я-джам-ахес, он-ди-пуш-чим-а-джанам. Это мантра для очищения. Даймарит, как правило, избыток Абха-Доши и Питта-Доши. Блокирует Вата-Дошу, конечно, повлияет и на Вату. При Витилиго применяется протокол. Обязательно. Манджишта, Манджишта-Аришта и Буми-Амалаки. Все, что касается понижения... Витилиго – это избыток Теджиса. Когда Теджис разрушает отжиз. Поэтому мы должны очистить кровь и печень. Вот неправильные Питты. Мы позже спишемся с вами по поводу псориаза. Подкожные жировики без операций. Подкожные жировики, если вы говорите о жировиках, которые не являются кистой сальной железы, но они являются прямо подкожей, да, то есть они в суп кутанец жир, подкожный жир. Это символизирует о заблокировке меда вахаширотас. Для этого необходимо провести определенный процесс. Необходимо провести омоложение, детоксикацию медовых аширотас, каналов жировых, да. И помним о том, что корнем медовых аширотас является пупок и тонкий кишечник, и весь кишечник тонкий. Двенадцатый перст, да, я говорю о всем кишечнике, который идет до толстого кишечника. Поэтому нам необходимо обязательно комплексный подход к этому вопросу. Необходимо провести омоложение жировой ткани, необходимо провести детоксикацию кишечника тонкого, необходимо убрать все ваши чувствительности. Вполне возможно, что у вас есть глютен-толерантность или лактоза-толерантность. То есть необходимо убрать толерантности, потому что чаще всего именно вот это и возникает при хронических толерантностях. И человек не обращает внимания, что он не переваривает. Что-то это токсин аккумулируется, не переваренная ткань аккумулируется в тканях жировых. Самое главное для пиполи, да, может быть, пиполи асов приниматься, и также, может быть, пиполи, который отварен в молоке для того, чтобы молоко, как анапан, быстро пронесло его в жировую ткань. Аминорея у девочки 16 лет, капха питотипа. Аминорея, если там нету избыточного веса, тогда это может быть связано с тем, что не дорастает, да, понижен прогестерон и нету качественного эстрогена. Если это избыток капхи, если есть лишний вес, тогда эстроген накапливается в жировой ткани и не переходит в нужную форму. Это надо, для ответа на этот вопрос подробнее изучить кейс. Агни для каждой доши, восстановление агни для каждой доши. Номер один – это агнисара, это пранаяма каждое утро, комплекс пранаям и агнисара. Она быстро очень восстановит агни для каждой доши, если ежедневно это практиковать. И номер два – это исключить те продукты, которые вы не перевариваете, да, если у вас не переработка углеводов, значит, вам нужно уменьшить углеводы. Если вы не перевариваете жир, нужно уменьшить и выворить качественный жир. И если это не переваривание протеинов, то человеку необходимо перейти на легкие формы протеина. И я хочу узнать, сколько у меня еще есть времени. Я напишу сайт. 300 мг шваганды, значит, по одной таблетке два раза в день. Пунарного. Не унарного, а пунарного. Она не повышает капху, она омолаживает капху. При мерцательной аритмии рекомендуется Анулома-Велома-Парнояма. Она восстанавливает ритм сердца. И рекомендуется Арджуна-Аришта и Аабана. Да, мантра Дан-Вандри, она универсальная. Очень важна для врачей. Для того, чтобы Бог Дан-Вандри благословил вас на течение дней. Дети, у которых гланды и насморок. Это символизирует о том, что питая капха в дисбалансе. Таким детям нужно ограничить кислое и сладкое. Увеличить больше такие продукты, как брокколи. То, что они, конечно, не очень любят. Горькие продукты. Уменьшить молочку и сладости. И цитрусовые тоже не давать в этот период. Полоскать горло куркумой, солью. Как укрепить иммунитет? Надо найти причину, почему он понежен. Убрать причину. Как правило, иммунитет это результат. У нас есть три тонкие эссенции. Отжиз, теджис, прана и иммунитет это результат вашего процесса лечения. Вашего внимания к себе. Если у вас не происходит процесс правильной циркуляции праны. Если некачественный теджис. То это может привести к тому, что будет разрушение отжиза. Здесь написан мой сайт. Написан мой сайт, мое имя. Вы можете найти легко в ютубе и везде. Но я думаю, что... Каким методом определяются пищевые толерантности? Сдутие, газы, запоры, понос. Несварение. Справочник дозировки. Самая лучшая книга, которую я вам посоветую по травам, это Себастьян Поль. Айрведические травы. Я не знаю, или она есть в узком варианте, но для меня это лучшее. Да, у меня есть клиники, свои две клиники. И также в других странах с партнерами. Кунар на лу при высокой вате аккуратно. Только вместе с балансирующими травами. Всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...